Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Как провести выходные насыщенно и интересно, узнаем прямо сейчас. К 95-летию нашего любимого режиссера, почетного гражданина города Эльдара Рязанова, в Самаре приготовили целый цикл праздничных мероприятий. Одно из них пройдет в эту пятницу, 11 ноября. В Самарской публичной библиотеке состоится встреча с главным редактором журнала «Искусство кино» Станиславом Дединским. Он прочитает лекцию «Рязановская оттепель», раскроет любимого режиссера «Как шестидесятника» и поговорит о его черно-белой трилогии «Дайте жалобную книгу», «Берегись автомобиля» и «Зигзаг удачи». Всех поклонников творчества Эльдара Рязанова ждут на Куйбышево 95 в 19.00. Уже совсем скоро в Самару снова придет зима и принесет с собой традиционные зимние активности – коньки, лыжи, санки и ватрушки. А как проводились снежные дни в Самаре сто лет назад? Где располагались катки и лыжные трассы? Кто был самым выдающимся конкобежцем? Узнаем на лекции от детской картинной галереи. Зима в Самаре, спорт и отдых в начале 20 века. Суббота, 12 ноября, 16.00. Требуется предварительная запись. Подробнее о событии можно узнать на сайте детской картинной галереи. Семейный поход в театр также поможет украсить конец недели. 11 ноября Самарский художественный театр покажет спектакль «Малыш и Карлсон». Зритель ждет встреча с любимыми героями замечательной книги «Астрид Лингрен», которые предстанут в новых ярких образах. Это чудесная возможность как для детей, так и для взрослых окунуться в мир шалостей и озорных приключений. Начало 18.30. А в театре «Самарская площадь» зрители ждут на спектакль «Чужая жена и муж под кроватью» по одноименной пьесе Достоевского. Выдвильная история о муже-ревнивце Иване Андреевиче и его ветреной жене Глафири раскрывает малоизвестную юмористическую грань творчества Достоевского. Зрители ждет не только актерская игра, но и вокальные номера. Суббота, 12 ноября, начало в 6 вечера. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе.